Здравствуйте, дорогие родители! Мы продолжаем наши встречи. И сегодня по многочисленным просьбам мы с вами поговорим о проблемах внутри черепного давления. Это большая и важная тема, и будет она состоять из двух встреч, из двух сообщений. В первом сообщении мы с вами попытаемся выяснить, попытаемся понять, что же такое внутричерепное давление, откуда оно берется и почему оно вызывает повышение его, нарушение проблем, связанных с внутричерепным давлением, вызывает те или иные симптомы. Итак, внутричерепное давление образуется потому, что структура черепа, коры головного мозга имеет определенную физиологическую особенность. Особенность заключается в том, что череп – это кости, которые не меняют своего объема. Объем достаточно постоянный. Внутри черепа находятся три структуры. Это мозг, это кровь, кровеносные сосуды, это спинномозговая жидкость или ликвар и, соответственно, лимфатические сосуды, содержимое которых, кровь и лимфа, несет питание, кислород, различные вещества, необходимые для функционирования клеток, коры головного мозга. Откуда берется спинномозговая жидкость и почему она попадает непосредственно в мозг, хотя называется спинномозговая? На предыдущих лекциях, предыдущих встречах мы немножечко касались этого, но сейчас я повторюсь, потому что иначе вам будет трудно следить за ходом АМС. Дело все в том, что связь спинного и головного мозга абсолютно прямая, абсолютно рабочая, действующая и в районе второго-третьего крестцового позвонка, начиная оттуда, до твердой мозговой оболочки, то есть непосредственно до костей черепа, этот канал, идущий через весь позвоночник, через весь спинной мозг в мозг, он открыт, он сплошной. И вот спинномозговая жидкость, поднимаясь по этой системе, она называется краниосакральная, потому что по-латыни краниум – это череп, сакрум – это крестец, и эта единая система, она является носителем спинномозговой жидкости. И поднимаясь снизу вверх, спинномозговая жидкость или ликвар омывает все участки коры головного мозга. В полушариях головного мозга существуют определенные емкости, где эта спинномозговая жидкость может отстаиваться, может течение ее замедляется, для того, чтобы осуществлялись обменные процессы. Эти полости называются желудочки. И посмотрите, как они расположены. Их всего четыре. Они располагаются следующим образом. Первый и второй желудочки – это боковые, по бокам полушария. Третий желудочек идет по центру, и четвертый желудочек идет чуть ниже. На этой схеме мы видим участок, соединяющий спиной и головной мозг, через который проходит спинномозговая жидкость. И вот здесь в желудочках, которые соединены между собой достаточно тонкими каналами, и канал, соединяющий третий и четвертый желудочек, вот эта перемычка достаточно большая, получила даже свое название, она называется «Сильвиев водопровод» по имени итальянского анатома Сильвия, который ее открыл в XVI веке. Так вот, эта система желудочков, она с учетом того, что там спинномозговая жидкость протекает очень медленно, она и создает вот это внутричерепное давление. То есть, что такое внутричерепное давление? Еще раз, это давление спинномозговой жидкости и крови на участке, на стенке головного мозга. естественно, что внутричерепное давление в норме есть всегда. Поэтому далеко не всегда повышение внутричерепного симптома или патология, которая есть у ребенка, или какие-то клинические симптомы, они связаны с повышением внутричерепного давления. Довольно часто мы являемся свидетелями гипердиагностики проблем, связанных внутричерепным давлением. Почему? Потому что внутричерепное давление может повышаться совершенно по физиологическим причинам. Любое напряжение ребенка, плач, кашель, акт дефекации и так далее влечет за собой кратковременное повышение внутричерепного давления. Это норма. Но есть проблемы, есть заболевания, есть состояния достаточно тяжелые, патологические, которые вызывают повышение внутричерепного давления как симптом, как проявление той или иной тяжелой, тяжелого заболевания. Так о чем же идет речь и в чем же собственно говоря проблема? Дело в том, что проблема связанная с повышением, патологическим повышением внутричерепного давления может возникать еще во время беременности. Причем это связано не только с состоянием плода, но и состоянием матери, а именно тяжелые какие-то инфекционные заболевания матери, нарушение кровотока между матерью и плодом, изменение каких-то моментов в пуповине, через которые происходит питание ребенка, питание плода. Все это влечет за собой внутричерепное повышение внутричерепного давления, как следствие патологию во время рождения ребенка и после рождения. Соответственно, вторая часть симптомов и проблем, которые могут возникать в повышении внутричерепного давления, это проблемы, связанные с родом. То есть ранняя гипоксия плода во время родов, нехватка кислорода имеется в виду, обвитие пуповины вокруг шеи ребенка и, соответственно, нехватка кислорода, то есть, грубо говоря, просто придушение шеи ребенка во время родов тоже влечет за собой повышение внутричерепного давления. Вот в этот момент может возникнуть состояние, когда это повышение внутричерепного давления влияет на еще неокрепшие, не созревшие кости черепа. И, соответственно, кости черепа начинают разрастаться, они начинают увеличиваться, расходиться, и череп, сама по себе голова становится гораздо больших объемов. Такое заболевание называется гидроцефалия. то есть это связано именно с нехваткой кислорода, нехваткой питательных веществ в головном мозгу родившегося ребенка. Кроме этого возникает внутричерепное давление является следствием кровоизлияния в мозг малыша. Тоже это может быть во время рода. это может быть связано с возникновением доброкачественной или злокачественной опухоли головного мозга. Или это может быть связано с травмой шейного отдела во время родов, что является наиболее частым моментом, потому что в момент травмы нарушается система подачи крови и лимфы в кору головного мозга. И это состояние влечет за собой повышение внутричерепного давления. Практически всегда следствием патологического повышения внутричерепного давления является расхождение швов черепа, это, как я уже сказал, либо гидроцефалия, либо просто увеличение объема головы в значительной степени. и вот здесь очень важно вовремя обратить внимание на то, что у ребенка что-то не то. Причем вот вследствие того, что повышение внутричерепного давления может явиться моментом физиологическим, вот, очень часто на это не обращают внимания. а на самом деле под маркой того, что вот что-то происходит с ребенком, можно упустить начало того или иного тяжелого патологического процесса. И прежде всего вы должны сами следы вам под силом, и это очень реально, следить за увеличением роста объема головы. малыша. Это очень несложно, просто нужно уметь это делать правильно. Сейчас я вам покажу, как правильно измеряется объем головы ребенка. Вы берете сантиметр, не обязательно гибкая рулетка, это может быть обычный портновский метр, и накладываете его на голову ребенка следующим образом. Посмотрите, спереди лента должна проходить точно по бровям. она идет, то есть край ленты должен опускаться на брови ребенка. Вот идет по глазам, это идет спереди, вы охватываете край ушных раковин, и сзади сантиметр сантиметр проходит по самому высокому краю затылочного бугра. Вот если вы проведете, вы увидите, что затылочный бугор, он неровный, он такой выпуклый, и вот верхняя, самая верхняя точка, вот это должна пройти по центру вашего сантиметра. Значит, то есть таким образом не выше, не ниже, да, еще раз, значит, по бровям краешную раковину задевается, и самая высокая точка затылочного бугра. Когда сантиметр так ровно лег, вы смотрите длину у новорожденного ребенка в норме, опять же, я говорю цифры достаточно средние, понятно, что есть индивидуальные особенности, но вы будете знать, на что примерно ориентироваться. В среднем длина, вернее, объем головы у новорожденного малыша в норме равен порядка 34 сантиметра. И дальше каждый месяц окружность головы увеличивается в среднем на один сантиметр. То есть в течение года окружность головы увеличивается на 12 сантиметров. Вот если вы чувствуете, что это все растет гораздо быстрее, это должно вас даже не просто насторожить, а напугать, и вы должны обратиться к специалистам для решения вопроса, как проводить лечение ребенка, потому потому что это симптом, который очень настораживает это, скажем так, начало развития так называемого гидроцефального синдрома или состояния резкого повышения внутричерепного давления. Как же симптоматика, как выглядит внутричерепное давление чисто клинически. И вот здесь есть очень четкие критерии, которые позволяют заподозрить внутричерепное давление. Мы об этом поговорим сегодня достаточно бегло, а на следующей нашей лекции мы будем говорить об этом более подробно, останавливаясь на каждом симптоме. Итак, очень часто такие дети ведут себя беспокойно к вечеру, вечером и ночью. Многие родители говорят, что вот ребенок стал беспокоиться ночью, не спит, просыпается очень часто, плачет. Вот он, наверное, перепутал день или ночь, день и ночь. На самом деле, это должно вас насторожить. Почему? Потому что вечером и ночью ребенок гораздо больше времени находится в горизонтальном положении. В тот момент, когда он находится в горизонтальном положении, проявление повышенное внутри черепного давления больше выражается сильнее, потому что чисто физиологически давление на стенке желудочков, вот спинно-мозговой жидкости, оно возрастает, потому что когда ребенок крутится, когда ребенок лежит на животе, когда вы его держите вертикально, там давление меняется, и не так клинически это проявляется. Второй момент, на который вы должны обратить внимание, это частые рвоты ребенка, не просто срыгивание воздухом или какой-то частью съеденной еды, а именно обильная фонтанная рвота, которая является следствием повышения давления на рвотный центр, который развит очень сильный рвотный рефлекс, он работает очень активно в ответ на повышение внутричепного давления. Если вы замечаете у ребенка такое состояние, вам необходимо насторожиться и необходимо принять меры для постановки диагноза и для начала лечения. Как определяется внутричепное давление, как правильно это делать и что позволит вам более четко и более правильно заниматься с такими детьми, об этом мы расскажем на нашей следующей встрече. Поэтому ждите следующего эфира, следите за нашим сайтом, звоните, обращайтесь, задавайте ваши вопросы, а на сегодня я с вами прощаюсь, всего доброго и берегите себя.